В День России в нашем городе в седьмой раз прошел парад колясок. Очень красочное зрелище. Субтитры подогнал «Симон» В этом году номинации были определены такие – «Правнуки Победы», «Русские народные сказки», «В стиле ретро и гламура», «На зависть автопрома», «Двое из ларца», «Национальный калейдоскоп» и «Кукольная мама». Фантазия печорских родителей безгранична. Например, семья пятимесячной Полины Сергеевны превратила ее коляску в цветок. Это дюймовочка у нас. Пришла идея наша крестная. Она и делала. Я свое свадебное платье отдала. Вот она из моего свадебного платья. Сделала лепестки. Потом из тюли сделала саму коляску желтую и бабочек прицепили. Но еще сшили вот здесь эти. Фотографии как бы распечатали. Пятимесячную Юля несет в своем клюве аист. Кстати, нарядила коляску старшая сестра девочки. Так вот идея пришла и сделали из подручных материалов. Коробки, пакеты. И самое дорогое. Танк для Ксюши Истомина сделал папа. Из коробок. Кстати, эта детская коляска уже в четвертый раз принимает участие в параде. И каждый раз в новом образе. Мне на Новый год Дед Мороз подарился. Это победитель парада колясок в номинации национальный калейдоскоп. Семья Саша Власова. Упряжка оленей. Кстати, маленький собак и олень тащил сани очень шустро. А это коляска восьмимесячной Софии. Получается, аист это у нас символ, как говорится, деторождения и всего остального. Вот пришла такая идейка. Жена подвигнула, как сказать, на это дело. И вот решил сделать. Вот сделали такую птичку. Из чего? Как? Каркас из алюминиевой проволоки. Снаружи сделана пена. Покрашена. Все. Чтобы сопровождать эту коляску победительницу, вся семья нашла соответствующие костюмы. Мы участвуем в параде колясок в номинации «Правнучки победы». Внутри моя дочка. Ей три месяца. Она является правнучкой, как и моя племянница Аня. Вот наш дед Иван Дмитриевич Филиппов. Фронтовик. А это, конечно, фиксики. Семья Бунякевич абсолютно правильно решила, что этот любимый детьми мультфильм может победить в номинации «Русские сказки». Фантазия мамы. Шила бабушка с дочкой еще одной, с Мариной. Шапки делала дочь Катя. Здесь же на площади во время праздника проходил сбор помощи для печорских детей. Мы вместе с Союзом Женщин города Печоры собираем денюжки. То есть мы делаем воздушные шарики, красим деток гримом и собираем денюжки на подарки для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это детки-инвалиды, детки, у которых нет родителей, детки из интерната дома. То есть мы для них будем делать большой праздник, организовать полный отчет. Мы выложим средства массовой информации и будем делать праздник с большими подарками. На праздники можно было поучаствовать в работе интерактивных зон. Островок здоровья, фейс-арт, плетение косичек и, конечно же, запуск мыльных пузырей.